О, картошка. По 35 рублей. Это выгодно, надо брать. Это знаменитый и любимый местными рынок Нарябикова, за торговлю на котором штраф. Ого, до 50 тысяч рублей. А все потому, что это место несанкционированное. Людей выживают с насиженного, узнаваемого и, можно сказать, исторического места. Как они говорят, не от хорошей жизни сидим на жаре, пытаясь продать дары собственного огорода. А тут еще город вставляет палки в колеса. Это пандемия. Сейчас каждый хочет копеечку заработать, пенсии не хватает. Да, вы с баланса, люди вышли. Коммунально прибавляют, пенсии не хватает и все вот идут сюда торговать. Регулярные рейды по местам несанкционированных торговых точек только с начала 2021 года пресекли работу больше 430 импровизированных пунктов сбыта огородной снеде. Выписано 256 административных протоколов и штрафов почти на 200 тысяч рублей. Что касается улицы Рябикова, 60, вот там же основные торговцы – это те, кто перепродает товар. Там нет тех, кто вырастил на своем садовом участке и приносит это продавать. Налоги не платят. После себя оставляют мусор. Та же улица Рябикова является центральной улицей Засвияжского района. И когда там после торговцев остается вот этот мусор, это портит весь вид. Людям это тоже не нравится. Мы здесь находимся, мы здесь торгуем, мы каждый свой участок убираем. Более того, зимой, когда вот снегопады были, здесь редко, когда пройдет трактор. А люди своими лопатами могут спросить у любого. Здесь всегда чисто. Места стихийной, а точнее сказать, организованной, но незаконной торговли пользуются спросом у населения. Причина простая. Тут выгодно и место удобное. По пути домой можно закупиться свежими продуктами. Я считаю, что вот перепупщики вредят, потому что они завышают цены и никогда не сбивают. Я уже в прошлом году замучилась покупать ягоды. Мне у собственников, кто вот с огорода, выгоднее купить. Я знаю, что у них свежие, они принесли и продали. Я привыкла здесь, всю жизнь был рынок. Вот, пожалуйста, опять вам ответ. Я живу здесь уже, сколько лет? Мне все. Хорошо. Вот, пожалуйста. То есть человек видит, какая цена, выкупает сразу все. Садоводам предложили компромисс. Переместиться в места, специально оборудованные для уличной торговли. Что важно, бесплатные. Но люди к смене локации относятся с настороженностью. Если что-то предложат где-то далеко и недоступном месте для людей, там народ нас линии, вы сами прекрасно все знаете. Вот и уткнулся, ага, вспомнил. Пошел, купил. Не уткнулся, а он и будет дальше, бегать будет по магазинам или еще что-то. В район администрации добавили, отправлять на окраины из проходимых мест никого не собираются. Предложат только адекватные варианты. Кстати, уже сейчас есть несколько официально разрешенных мест для торговли в Засвияже. На улице 50 лет ЛКСМ и УТЦ Айсберг. Павел Патриков, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.